Пронести память через год и именно такую цель преследует педагогический коллектив 16-й школы. Еще в 2009 году совместными силами Совета ветеранов, учителями и учащимися этого образовательного учреждения в городе открылся первый школьный музей боевой и трудовой славы. В этом году ему исполнилось 5 лет. За это время экспозиция значительно разрослась и пополнилась действительно раритетными вещами военных. С хранителями памяти встретилась наша съемочная группа. Вот на данном сцене у нас представлены настоящие артефакты Великой Отечественной войны. Здесь представлены каски, боевые снаряды, также обозначаются от автоматов, пулеметов и прочих. Встречать гостей в школьном музее боевой и трудовой славы – дело привычное. Сегодня посмотреть экспозицию пришли самые маленькие учащиеся 16-й школы. Они внимательно слушают экскурсовода и рассматривают вещи, принадлежавшие павшим и живым героям Великой Отечественной войны. То, что представлено на стеллажах, они видели только в старых фильмах. Интересно, потому что Великой Отечественной войны была такая долгая и сложная, можно сказать. И мне всегда было интересно, что происходило, как нападали. И вот здесь представлены всякие каски, даже куски хлеба, как давали. У всех на сердце такое рано, то, что прадедушки погибли на войну, даже маму, вот когда там приходили письма, то, что ваш сын погиб на войне. Было очень сложно, и вот это пережить. Музей боевой и трудовой славы играет большую роль в воспитании подрастающего поколения. У каждого экспоната своя история, своя трагедия. Об этом детям рассказывают педагоги. Как вы знаете, патриотическое воспитание – это центр внимания сейчас общества. И, конечно же, это, прежде всего, воспитание любви к родине, к отчизне, к истории, к ее настоящему и прошлому. И это невозможно без создания единой системы. И вот центром такой системы стал наш школьный музей – хранители воинской славы. История обширная, полностью со всей России, можно сказать, все экспонаты. Приносили все ветераны, где воевали. Это невозможно перечислить. Важно то, что настоящие экскурсии у музея проводят старшеклассники. Они принимали участие в оборудовании музея, поэтому знают здесь каждый экспонат. Ухаживать за уникальной коллекцией – это не только их хобби, но и огромная честь. Люди, приходящие сюда, ну, уже взрослые, они могут освежить свои воспоминания, посмотрев на то, что происходит на музее. Но дети помладше, они могут прийти и узнать о тех событиях. Кроме того, к нам очень часто заглядывают ветераны. И они тоже добавляют, может быть, вспоминают что-то. Ну и, конечно, у нас очень много важных экспонатов. Панорама битвы за Берлин, штурм Рейхстага, можно без привлечения назвать жемчужной коллекцией. Здесь каждая деталь в точности совпадает с историческим сражением далекого 1945 года. Об этих нюансах рассказали друзья и помощники, городской совет ветеранов. Они с радостью делятся своими бесценными памятными вещами, орденами, посуду военных лет и дорогими сердцу письмами с фронта. А самое главное – воспоминаниями. Важно это знать, очень важно, потому что мы не знаем, что дальше еще будет, какая жизнь будет. Не дай бог, какую жизнь прожили мы, не дай бог никому. Но знания у людей должны развивать, что вот были в то время, когда жили люди, и как они жили, в каких условиях жили, что они пережили. Героизм, самый настоящий героизм. Пусть это в труде, пусть это на фронте, это тоже героизм. В труде тоже мы выжили все в труде. Мы не знали отдыха, но мы уже трудились ради фронта, ради победы. Живых свидетелей этих страшных лет остается все меньше, и тем ценнее для подрастающего поколения возможность услышать о тех событиях из первых уст. Марина Кашмак, Артур Цвелюк, служба новостей «Импульс». Субтитры создавал DimaTorzok